МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы путешествуем через Бугринский мост и едем сейчас в Матрёшкин двор. Там заберём моего друга Артёма и поедем куда-нибудь съездим, в какое-нибудь кино. Ну, мы уже успели поработать маленько. Съездили в Каменку по делам. Вот наш красавец Бугринский мост. Дай бог здоровья Путину, что дал денег на этот мост. Так теперь удобно нам стало перебирать с правого берега на левый. Сколько уже лет? Пять-шесть этому мосту. А на шесть уже этому мосту. Вот мы гоняем туда-сюда, туда-сюда, по земной поверхности. Вот так едем-едем. Красоту буду снимать. Вот с этой стороны народ ходит, катается на плюшках. С этой стороны там какой-то парк, как он называется? Бугринская роща. Бугринская роща. Красивое место. Ну, чуть-чуть прокатитесь с нами. Чуть-чуть. А то мы все про хозяйство, да про хозяйство. Про то, как морковки храним, про то, как капусты храним. Кстати, эту капусту сегодня потушили, которую вчера вскрывали. Какая вкусная капуста получилась. Ну, опять все думки про хозяйство. Ну уж нет, сегодня мы будем отдыхать. Да-а-а-а. Катимся-катимся. Прикатимся. Камера трясется. Сейчас этот участок пройдем, где трясется. Плиты складывали туда. Ну, вот, кстати, про этот мост хочу сказать. У нас в Новосибирске дороги-то ремонтируют очень часто. А вот этот мост не ремонтировали, асфальт не ложили ни разу. По крайней мере, мы не видели. Чтобы были какие-то выбоины или ямы, или что-то еще. Не как обычная дорога. Вот качество, оно сразу заметно, это качество. То есть мы катимся, как по маслу. Не надо ничего объезжать. Нигде ничего не надо притормаживать. Встали на положенную скорость. Вот так и едем потихонечку. Ну, там у нас сколько там камер-то? Что? Две камеры или три камеры? Две камеры. Там висит, там сильно не разгонишься, себя не нарушишь. Да, но и нам, в принципе, не надо. Поэтому как-то так. Хороший мост, хорошее асфальтовое покрытие, удобный мост. Кто бы что нам не говорил. Что он не нужный, да? Что он не нужный, он нам нужный. А если бы еще один построили туда, правее, было бы вообще здорово. На Матвеевке. Да, где-нибудь на Матвеевке. Чтобы на левый велик переезжать. Сейчас буду четвертый мост строить рядом с парком городское начало. Рядом с парком городское начало. Сейчас мы подъезжаем к Меге и Кикее. Люди все поедут тратить деньги, деньги, деньги отдыхать, ходить по магазинам. Детские площадки еще нигде не работают. Себетенком никуда не сходить. Здесь все позакрытое. Ну, попробуем, может, на мультик сходим. Ну, в Меге и Кее у нас нету. Там никакого кинотеатра. А, есть в Сан-Сити. На площади Карла Маркса. Попробуем у детеныша там выгулить. Вот такая дорога. Матрешкин двор. Там и жилмассив Просторный. Жилмассив Тулинский. Еще какие-то голубые дома, как они называются. Еще какой-то жилмассив. Мы не знаем его название. Красивые, дорогие дома. Дорогие коти. Вот, видите, дорогу нам чистят. Здесь у нас мечеть. Не знаю, действующая или нет. Действующая. Ну, мы не ходим в мечеть. Мы православные. Ну, вот. Мега. Ашан. Большой-большой магазин. Леруа. О, наш любимый магазин. Леруа, Мерлин. И Ашан. Что мы еще тут любим? Икею. Ну, в Икею мы давно не ездили. Что-то жалко деньги тратить в Икею. Потому что что купил, то и до сих пор целая качественная вещь. Ну, посуду мы все попили. Ну, посуду и киевскую. Мы все, не все, тарелки еще живые. Там есть. Да. Не всю еще посуду. Кружки все перебили. Ну, кстати, мне икеевские кружки не нравились. Я вообще люблю чашечки с чаем пить. Как-нибудь надо мне, кстати, видео снять о своих чашечках. У меня такая небольшая коллекция. Даже не коллекция, а две любимые чашечки. Сеть чашечек. Да, у меня сеть чашечек. Две. Коллекция, вернее сказать. Две чашечки. Но они самые любимые. Но это потом как-нибудь. А сегодня мы отдыхаем. Новосибирске теплеет. Голова раскалывается. Все как положено. Утром было минус 28 с ветерком. К вечеру обещают сколько? Минус 22. Ну, вот сейчас на Венаповский мост. Пойдем мы. Завтра крайний день праздничный. Будем готовиться дома к работе. Да, с утра я уже встала, наварила и борща я наварила, и котлет нажарила. Сделала вкуснейший соус с котлетом, сделала капустный бегус. Вот какая я молодец. Просто рукодельница. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Молодец. 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 Муж сказал, молодец, Саша, молодец. Вкусно накормила с утра. Я его, правда, три раза будила. Ну, ничего. Вот здесь Чукопаев делают. На Сибирске. Завод Чукопаев. А вот там Винап. А вот там Матрешкин Дрор. Дрор. Двор. Очень хорошо его видеть. Ну, вот тут вот сейчас хорошо его. Да не видно у нас текло с той стороны. Сниму. Ну, ладно. Встретимся еще. Матрешкин Дрор. Двор. Матрешкин Двор. А Тулинский? Ну, Тулинский, вот жил массив, да. Чего там Тулинский? Красивый. Красивый. Когда-то казалось, это жопа мира. И зачем же там дети купили квартиру? Господи, чего ближе-то ничего найти не могли. Все прочитали. Зато сейчас гоняем. Как за милу душу. Нам проще на Матрешкин Двор съездить, чем, я не знаю, куда-то на проспект Дзержинского. Ага. Вон они. Ну, там голубые дома в Дреке стоят. Все у них есть. И магазины у них есть. Ну, конечно, очень много пивнарей. Вон у них. Инсталляция матрешек. Инсталляция матрешек. Садики есть. Школа есть. Школа прямо в дворе нашего дома. Красивая новая школа. Уже работает, действует. Ребенки у нас пойдут в эту школу, скорее всего. Это стеклянный. Да, точно, стеклянный. Вон он. Да. Где же мы уже поедем? О, поехали. Дети, ты двои поехал. Сейчас еще кто-то сядет. Теперь точно вверх. Мне нравится просто вверх ехать. Ну, сейчас поедем вверх. Что-то неудачно у нас сегодня слышно. Вон этот самый фонтанк. Да, точно. Как ты узнал? Узнал. Смотри, мы в минус едем. Вот где гардероб. Давайте сдадим барахар. Не будем. Здесь надо идти наверх, пойдем. Там люди заходят вверх. Да, что? Да. Мы заходим. Мы заходим. Я заходим. В киношку в третью. В киношку третью. Скажите, в третью. В Ольга. В третью. Спасибо. Перевес. Перевес. Да? Да. Готовь. Да. Поехали. Тима. Куда? Вверх? Ага. ну конечно же с такую красоту не снять выбрались хоть раз мы поедем на четверки а вы нажимали третий да и он сработал не мы не будем выходить пошли уже сказали хотят туда чекаешь красиво там елка с бассейном а да не сказала купили билеты на последнего этого героя с корнем зла один билет 660 рублей потому что повышенная комфортность как оказалось зал весь в общем 1800 с копейками отдали за еще 2000 отдали за посещение на театра какая ёлочка и здесь красиво так что все не очень дешево видите у нас два блогера работают здравствуйте тоже блогер здравствуйте товарищ блогер артем смотри сюда темочка ку-ку тема тем еще саш тебя снимает привет повышенной комфортности 600 рублей будем смотреть коня с бабкой ёлочка страшная баба-яга я ковлю выезжаем с парковки из сан-сити вот слушайте впечатления зрителя юмова баба-яга не страшно а кто еще понравился богатырь понравился иван ему колобок на колобок понравился да понравились всем ну что мои общие впечатления первую часть не смотрела в принципе и не умерла бы если бы не посмотрела вопрос в том что надо было ребенка свозить в принципе ему было тяжеловато в плане по времени 2 часа 1 минута вот но хорошая анимация хорошие трюки красивые виды и пейзажи костюмы кто смотрел первую часть я думаю понимают при что я говорю вот на нашему молодому человеку 5 лет поэтому ему было как бы тяжеловато хорошо у нас был зал комфортный тихо 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 да он елочку видит в сибирском мору обмороженный весь стоит когда-то кончится уже в ауре парковка сан-сити парковка открытая машина конечно же замерзла но уже мы двигаемся в матрешки двор везем ценный груз и возвращаемся к себе в первомайский район ну что еще кроме кроме того что мы сходили в кино мы посетили еще и бургер кинг и купили попкорн соленый сказал соленый друг мой купить ему дали попробовать он сказал вкусный ну тогда мы конечно уже купили целая целую коробку большого попкорна хочу белый у нас еще перекусить сумму называть не буду но все конечно родители понимают что это не стоит и копейки в конце концов мы можем себе позволить там не знаю раз в три месяца а в этом году только вообще никуда не ходили не водить ребенка нет театр ходили шоу папе оставишь конечно ставишь папе а ну да еще вот бургер кинге кладут игрушку на за полный детский обед это пластилин и какой-то пресс с формочками в общем я ничего там не понимаю родители разберутся а вот ну купили купили ребеночка прогуляли маленько ну и сами прогулялись даже время хорошо провели а так бы лежали дома так как рик или котлеты да с грибным соусом и с борщом красивая церковь у них здесь нанимирович вот но так то как бы все и неплохо поэтому ну сходите кому скучно дома посидеть ну бешеного восторга я как бы не испытала она просто не ребенок актеры все хорошие да еще знаю что будет 3 часть они уже ее сняли но 3 часть будет декабре 2021 года а